Начнем. Это происходит в рамках того, что мы захотели, да, собственно, возродить идеологию, сделать перезапуск. Хотелось поговорить с теми, кто участвовал и кто представил такие наиболее, на мой взгляд, репрезентативные лекции вообще, да, какие-то свои форматы в диалогах и попытаться осмыслить, а что это такое, да, для нас, для всех, чтобы двигаться вперед, а вернуться и посмотреть, что мы сделали. Давайте назовите, тогда начнем. Оцените ваш опыт участия в диалогах. Чем он стал для вас? То есть здесь важен взгляд изнутри. Конкретная танцевальная лекция о концепциях тела, которым мы реконструируем из годов и современной философии. Да, спасибо. Мне вообще очень нравится неотчужденное образование. И это у меня началось давно, да, в 93-м году. Я перетащила семинар по медиа-теории в техноклуб. Соответственно, мы собирались, обсуждали эти новые теории, связанные с киберкультурой, технокультурой, а потом танцевали до утра. Когда Соня написала приглашение, то я, немножко поискав, обнаружила, что мы с вами вообще-то родственники, да, у нас родственная концепция. И еще есть такой момент, когда видишь кого-то вроде как бы издалека или знакомишься в первый раз, то есть возможность оценить всю инициативу в целом. Потому что подобные инициативы рядом со мной я не вижу, я в них включена, а вашу я сразу увидела. И она мне понравилась неотчужденным знанием, актуальностью тем, темпоральностью, вот это вот как бы гуляние и принятие знаний, долгая беседа. И получилось так, я не помню, кто из нас предложил, Соня или я, и почему вдруг возникли танцы, но я тогда преподавала историю современного танца. И мне стало интересно, а можем ли мы вот так неакадемически пересмотреть форматы телесности на протяжении 20 века. Их, собственно, несколько, там какой-нибудь тадоистский формат, формат 68 года. У меня была какая-то матрица, каким образом, через какие концепты, какой период рассказывать. Но я для себя много чего нового узнала, потому что, когда люди вместе делают вот эти разные тела, ну, совсем другой уровень работы с собственным телом. Его можно увидеть со стороны, его можно анализировать, тело не является вот этим самоданным куском. А вот этот уход от самоданности природы – это вообще самая интересная и болезненная тема современности. Тело нельзя присвоить, оно намного более сложное, из него нельзя выскочить. Оно одновременно и место свободы, и место твоей включенности, множество связей. Ну, и потом я, естественно, тоже следила за фестивалем. И вот перформанс по теории пересечений мне показался очень хорошо найденной формой для того, чтобы вот точно так же телесно взять довольно сложный концепт Кимберли Креншоу, когда наше тело пронизано привилегиями и уязвимостями, и мы не можем вырезать свое тело из этих сложных связей. Мы должны как бы анализировать связанность, и тогда у нас получаются новые солидарности. Ну, то есть это новый способ формирования социальных отношений. Соответственно, я тоже от себя добавлю, что была до этого такая в Нижнем Новгороде инициатива предшествовавшей содержательно, да, в диалоговом пространстве, это цикл «Левый дискурс», который сделали нижегородская активистка Карина Генаян и художник, и поэт Дмитрий Степанов. Это были традиционные лекции, да, то есть приезжали специалисты и говорили о левой философии, о левой, например, литературной критике, или там, допустим, Мария Рахманинова прочитала потрясающую лекцию о интерсекциональном подходе. И когда по равным причинам Карина с Димой уехали из Нижнего, мы почувствовали вот эту локтуну левого движения. Не хватает чего-то, чтобы помогло нам получать через непосредственный контакт информацию, и чтобы при этом еще, это интересно мне, это интересно Соня, это интересно еще местным женатым друзьям, это может быть интереснее кому-то, кто сидит дома и думает, что это интересно только ему одному, марксистские, нарксистские, связанные с современным искусством, или там, с тем, поэтки и так далее. И об этом уже был такой посыл тоже, с одной стороны, ответить на запрос на информацию, с другой стороны, конечно, потенциальный запрос у сообщества. То есть когда люди понимают, что они не одни хотят это слышать, это, собственно, начинается с говора сообщества, когда люди приходят и видят людей с теми же интересами. И дальше второй момент очень важный, это то, что было как раз и в левом дискурсе тоже, и то, с чего хотелось оттолкнуться, и то, что было очень много в разных лекциях, которые на тот момент были доступны в видео, это то, что сидит лектор или лекциях, и его и ее снимают либо с одной точки, либо мы видим то, общий-то крупный план, и он таким вот заумным языком совершенно не оглядывает на то, кто его слушает, вообще не вступая ни в какое взаимодействие, говорит то, что ему хочется. Это одна история, которая оказалась тупиковой, в плане коммуникации, контакта, взаимодействия с теми, кто слушает. Плюс, конечно, это вертикальная позиция, то есть есть некий лектор, некий обладатель знания, который сверху спускает его к кому-то, и вот он одаряет этого кого-то своим знанием. И хотелось от этой вертикальности уйти к горизонтальным отношениям в образовательном проекте. И еще на тот момент, то, что, к сожалению, до сих пор, и сейчас, и как бы из-за того, что странница не будет плен, сейчас не будет плена, образ активиста, он такой вот, ну, угрюмый, да, то есть активист либо в позиции жертвы, либо в позиции жестко обороняющийся, и это мрачное. Вот, и хотелось тоже этот образ немножко пошатнуть и развеять, да, и вот это были какие-то предпосылки, которые были, как мне кажется, важны для нас всех, когда мы это начинали, и, собственно, в своей лекции об остранении мне хотелось, собственно, разомкнуть, то есть занимаясь формальной школой, я видел, что вот есть такая, ну, некая кастовость, да, есть вот группа людей, которые жонглируют терминологии, которые воспитаются причатанными к какой-то некой тайне, аквилируют элотерическим языком, есть некий набор понятий, которые они анализируют, бахтинские понятия, там понятия постструктуралистские, там и так далее, и в том числе остранение шлостов было одним из таких, которые вот просто все канонеления интерпретировали и переинтерпретировали, и это было такой вот добавой для людей из экономической среды. Мне же хотелось показать в своей лекции, что остранение – это не что-то такое, это не игрушка для посвященных, а это не игра в бисер, а это практика, которую в своем мышлении, в повседневности могут применять все. И если мы берем остранение в изводе брехтовском, то, что называется, «очуждение», это может быть средство критики, того, что нам кажется, по умолчанию нормальным. Вот эти фразы типа Брехта, «конечно, преступление ограбить банк», но еще больше «преступление банк создать», или толстовская фраза, когда он критикует семью Фрейса в эсанате, «не могу понять», вернее, это герой говорит, но как бы он транслирует очень четко толстовскую позицию, никогда не мог понять, почему, если у людей с расходом душа, они должны спать вместе. Вот эта привязка любви и секса. И хотелось показать вот этот потенциал критический и возможность увидеть что-то, как в первый раз, увидеть что-то свежим взглядом, ощутить вот эту первозданную радость бытия, которая в том числе заложена в остранении. И, что касается формата, хотелось, чтобы это было принципиально не и какая-то кайфер, и какой-то лектории вообще ничто, близко не имеющий отношения к каким-то конвенциональным пространствам. Плюс еще по формату, опять же, не обязательно. Это не дресс-код, но это было предложение. Либо одеть что-то такое, вот, маскарадное, карнавальное, либо какую-то странную вещицу, вроде как у Света Солнцевой, помню, была сумочка в виде кенгуру, например. Ну, то есть, в общем, Гриша, да, и политкороль, приехал за мной на автозавод, то есть в рабочий район, в, значит, мамином желтом халате, в синей шляпе и пропущенным через поезд только низким ничем. И, ну, то есть, это было рискованно, я вам хочу сказать. Вот. Ну, и, собственно, представьте себе, это само по себе, это было все остраняющим жестом. Сидит посреди парка человек с ДСП, ну, или даже, непонятно, просто человек, который очень, как говорит один из, один наш прекрасный друг, Сершер Нина Кринсон, человек, который альтернативно двигается, да, то есть совершенно выбивается из каких-то представлений. И вот он что-то такое рассказывает об искусстве и рассказывает, что это может работать и как практика мышления. Для меня это было преодолением вот этой замкнутости, которую я всегда чувствовал. Ты приходишь на конференцию, и ты видишь, что сидят люди, но ты видишь, что они выжидают и они просто ждут всего лучшего времени, чтобы отчитать свои доклады и уйти, да, или там перетерпеть всех остальных и спокойно пойти там на некую неофициальную часть. Вот, а мне в этом во всем всегда, то есть это было как раз отчуждения. То же самое с писанием статьи, когда ты пишешь текст, это что-то раскрывается, но ты не чувствуешь какой-то отдачи, ты не чувствуешь ответа. Хотелось формата, где ты можешь непосредственно взаимодействовать и чувствовать это. Собственно, что и произошло, когда я увидел, что люди, которые вообще никак не связаны с эпидемической средой, ребята какого-то, ну, скажем, неформального вида, да, и люди, которые вообще ни с каким-то искусствоведением каким-то таким литературическим, культурологическим знаниями церна, наинтересованным потом тебя в кафе расспрашивают о шкловском, о формальной школе и так далее, и тут я почувствовал, вот оно, да, сработало. Это диалоги в пространстве всегда для меня было каким-то таким невероятным счастьем, потому что всегда, когда я смотрю на документацию, да, особое удовольствие, то есть что бы Соня ни делала, будь то организация каких-нибудь прогулок, там, я не знаю, образовательные проекты, еще что угодно, это все превращается в искусство, да, как Саре Медас, если бы он не прикасался, это все превращалось в золото. Вот Соня, делая любую документацию или лекцию, она превращается, и, собственно, организует какой-то формат она делает его искусством, и документируя его, она все-таки сделает это искусством, и это всегда потрясающе, по тому, как это снято, это никогда тебе не напоминает 99,9 десяток всего, что обычно можно увидеть на разных сайтах, где опубликованы лекции, какие-то мастер-пассы, или что-то, я просто вот это съемка с одной точкой или с другой, крупный общий план, и так далее, и так далее, это вот плавающие, то есть вы слышите, вы слышите лектора что-то одно, мы видим там какой-нибудь предмет, мы видим людей, которые играют рядом, то есть совершенно такой вот уникальный монтаж звук и изображение плавающая съемка, об этом можно говорить долго и долго, я считаю, что всякая документация это такое самостоятельное видеоарк, которое Соня и Гриша и Павел Королевского нам подарили, которым до сих пор можем с удовольствием содержать зашли. от меня как от зрителя просто огромное спасибо. Как мы можем судить по истории кино, сдвиги происходили именно в те периоды, когда в руки камер брали люди, которые до этого не делали этого, то есть точно так же Гриша до документации делал в законе никогда не снимал. Сергей Филенштрин самый яркий пример приходит в кино, будущий инженером по образованию, потом приходит из театра и так далее. Вертов со своим братом Кавканом вообще занимались поэзией, при том, что на тот момент были школы кино, которые были в Российской империи десятых годов, где люди понимали, как на тот момент технически это делать правильно. А эти люди пришли извне, они не знали ничего из всех правил хорошего тона, как это делать, и поэтому они сделали совершенно новый язык, который сам назвал с, допустим, Орсеном съемку, и так далее. Или, если верить многим советским и французским режиссерам, с которых начинается в широком смысле новая волна, я имею сейчас не конкретное течение французское, а там, это начинается с того момента, как во время съемок «Летят журавли» оператор Урусевский снимает камеру со штатива, да, то есть она не фиксирована, он берет в руки легкую камеру и может снимать все вот эти вещи, которые были недоступны в тяжелой камере, зафиксированной на штативе, и когда там Соловьев, Кончаловский и там разные французские и все, которые там не с ним числа видят кино «Летят журавли», там многие собирались идти вообще учиться в другие специальности, они все бросают и идут заниматься кино, и вот с этого, опять же, с того, что человек сделал как-как неправильно, начинается новый перелом в искусстве, вот в этом, я думаю, отчасти особенность вот этой грифной манеры, то есть с одной стороны это насмотренность на тот же авангард, который из того же незнания или отказа от знания того, как правильно делается, снимает, и плюс собственно, то, что он на своем опыте, это все «Челки-палки» сколько бы, насколько бы не была сложная какая-то тема, ее можно впадать интересно, это можно без вот этого вот вставания накатурной, без вот этого вот сверх-вниз, горизонтальной, можно без вот этого какого-то озлобленного, уязвленного ощущения активиста в какой-то страдательной позиции, это все с какой-то легкостью, с какой-то открытостью к аудитории и постоянным устраиванием вот этого диалога, не случайно мы взяли слово, и действительно это по подаче материала, по съемке по всему, это открытая структура, которая диалогична и в процессе самой реализации довольно формата конкретным лектором, лекторкой, и диалогична на этапе, например, фиксации видео, да, и его представления аудитории. Я для начала хочу сказать, что извне этой инициативы, я даже не назову его проектом, потому что проектом принято обычно обозначать что-то завершенное и подготовленное хотя бы отчасти к модификации, да, то есть к выводу на арт-рынок или на рынок образовательных услуг, в то время как то, что я увидел, расходилось довольно радикально с этим и то, во что вы вовлекли и в чем вы позволили поучаствовать, разделив с вами какое-то время жизни в городе, в котором вы живете и в пространстве, которое вы создали. Это было очень важно, потому что с одной стороны то, что вы делали в то время представало, ну и во многом вы сами это формулировали как учебный проект, да, как публичные лекции в неожиданных местах, но как бы для кого-то, кто хотел узнать поближе, о чем идет речь и в чем специфика этих публичных лекций, тематическая раскладка была такой, что это больше походило на какую-то попытку воссоздать опыт вьянского акционизма на просторах пересечения двух рек, и это уже было довольно интригующе, при том, что, опять же, вот это такая триада внимания к телу, внимания к городу и внимания к вопросам сообщества, как бы для внешнего наблюдателя это могло прозвучать как что-то такое, достаточно дидактическое, то есть, как бы создается некая ридинг-группа, создается некое сообщество, которое хочет поближе ознакомиться с образцами, и, как бы сказать, вы вот просто для себя организуете такой опыт совместного чтения, совместного обсуждения. То есть, как бы сказать, тематически извне могло бы показаться, что это просто некая инициатива, которая реплицирует основные черты какого-то хорошо известного вам исторического примера того же венского акционизма. но вот то, что сразу обращало на себя внимание, вы совершенно не как бы не пытались разделить разные типы пространства ресурсов, на которые опирались в конструировании этих событий, и среди прочего, вот как бы меня это по-своему поразило и приятно, я должен сказать, впечатлило, что вы не разделяли семейных и дружеских сетей и ресурсов в контексте которых вы этой практикой занимались. И вот то, что, например, вы не разрывались с семьей, которая в 60-е годы для активистских сред представляла собой священного монстра, и для той же феминистской критики первой волны, да, как бы семья – это репрессивная институция, в то время как для вас это было как бы одной из точек в пространстве сообщества, которое вы формировали. И то время, которое я провел с вами, те несколько дней, они совершенно органично интегрировали в себя не только знакомство, условно говоря, с друзьями-учеными, с друзьями-худорниками, но там знакомство с родителями, да, с бабушками, которые как бы вполне могли там активно принимать участие или поддерживать эмоционально ваши инициативы. И уже в этом была некая точка различия, которая, ну, я бы сказал, которую вы как-то на удивление удачно пользовались. Значит, отказ от разрыва с семьей и отказ от ставки исключительно на коллегиальные связи, то есть горизонтальность, на которой вы сильно настаивали, для вас это было совершенно очевидным программатичным, программным, прошу прощения, в тот момент опытом, и вы оспаривали излишнюю иерархию, в том числе в местах учебы, в университете, в местах, в которых вам приходилось сталкиваться с городским управлением, с какими-то профессиональными опытами, эта горизонтальность, она не была выстроена исключительно коллегиально, то есть это не была достаточно однородная горизонтальность, это было, как я видел, как я мог наблюдать, какое-то очень неконфликтное взаимодействие акторов, участников, которые во многих других ситуациях и прежде всего в ситуациях профессионализирующегося или профессионального искусства не взаимодействовали между собой. То есть кроме родителей, кроме каких-то дружественных университетских администраторов, само пересечение опытов разных участников, например, вышедших из среды манго или фэнтези, или имеющих отношение скорее к литературе, чем к науке и прочее, прочее, оно как бы отсылало к совсем другой привычной рамке, а именно к неформальской среде, которая существует, как бы сказать, во многих городах и в региональных форматах, в региональных модусах. Неформальские среды, они отличаются обычно тем, что очень быстро складывается некая такая фьюжн-среда, нету этих явных маркировок, есть некая общая культура, есть некий общий аффект, который разделяется, есть достаточно четкая граница, отделяющая нас, неформалов, особенных и исключительных, от городского быдла. Это достаточно часто, и, в общем, во многом необходимая установка, которая позволяет неформальским средам осуществлять сборку. И то, что у вас было особенного, и, собственно говоря, то, что делало это пространство открытым, и тематически, и для разных типов участия, это было как раз отсутствие снобизма в отношении городской публики. То есть у вас была такая очень четкая ориентация на то, что надо наоборот как можно больше увлекать городскую публику, как бы простых людей, которые интересуются, которым интересна тема, которым интересна история города и так далее. И вот это вот такая скорее интеграционистская в большей мере, чем элитистская установка тоже производила впечатление довольно сильной точки отчета. То есть это и не формальская среда, и не простая учебная группа, которая пытается освоить какие-то известные образцы из истории искусства или истории науки. И вот между этими двумя воображаемыми полюсами было очень важное отличие, и Антон уже о нем упомянул скользь, вы достаточно четко документировали события, то есть вы не просто четко, вы очень последовательно дисциплинированно документировали события, в которых в этой документации происходил перевод для разных типов участников смысла этого события, каждого из событий, во что-то, что не сводилось к этим эмоциональным, фузиональным элитийским кодам. Когда любое неформальное сообщество себя воспроизводит, оно очень часто отсылает к какому-то общему бэкграунду, эмоциональному бэкграунду, фузиональному бэкграунду, который это сообщество делает, а вы постоянно заботитесь о том, чтобы производить добросовестный перевод этого опыта на язык разных участников. То есть, я имею в виду, вы, конечно, не занимались этим переводом как профессиональной задачей, насколько я могу это судить, насколько я это тогда увидел, но вот это возможность того, что разные участники вашего сообщества включаются в разные моменты, могут прийти на лекцию, не прийти на тусовку, или наоборот, могут прийти на тусовку, не прийти на лекцию, но потом они все равно узнают о том, что произошло на лекции из документации, которую вы добросовестно снабдили каждое событие, оно действительно, как бы сказать, выводило из ряда исключительно местных, исключительно локальных инициатив, которые, что называется, потребляются участниками на месте. То есть, это был не просто акт утверждения сообщества. У этого был некий проектный потенциал, у этого была интенция, и среди прочего, то, что как бы еще меня поразило, еще один момент, который меня поразил, вы с самого начала старались работать серьезно, то есть, как бы вы, будучи бедными в экономическом отношении, бедным сообществом, собирали деньги на билеты внешним участникам, имеющим признание, институциональные ресурсы и так далее, и вот это вот как бы серьезная серьезность игры в фонд, в фонд интеллектуальный, в некую точку отчета, который как бы заявляет, что это не просто тусовочное событие, это как бы у него есть некая проектная составляющая, но как бы снова возвращает меня к тому, чтобы пересмотреть терминологию, в которой я говорю, то есть, я сказал, что это была скорее инициатива, и вы не пытались ее комодифицировать на рынке искусства или на рынке образования, но очевидно, вот как бы вот это вот денежное, серьезное отношение к деньгам, серьезное отношение к фигурам, с которыми вы пытались вступить скорее в партнерские отношения, как бы не в отношения подданничества, не упрашивая, а как бы предлагая какие-то вполне серьезные, вполне комфортные условия. Меня это тоже как бы впечатлило, то есть, в этом синкретизме была очень отчетливая заявка на то, что вы просто такой гражданский фонд, не просто группа, которая аристократически приглашает, вместо текстов авторов просто приглашает авторов поучаствовать непосредственно в события, но и представляете собой такую точку автономии, да, институциональной, способной не просто организовать события, но сделать это по протоколу этическому, рыночному, которому привыкли крупные игроки, участники, как бы при этом невзирая на их формальный статус. И вот это вот как бы попытка горизонтализации не снизу, не демонстрации того, что, как бы сказать, все к нам приезжают и, условно говоря, живут в палатках и добираются на перекладных, а на попытках горизонтализации через выстраивание вот этих профессиональных протоколов и отношений с участниками. Это еще одна особенность, которая обращала на себя внимание. Мне это казалось все крайне привлекательным и я как бы с нетерпением ждал, что же из этого получится. Я выступлюсь, во-первых, на слово перевод, мне кажется, это очень важно, поскольку, например, на персональном сайте Соня Пегал вы можете увидеть, просто воочию сколько фильмов перевела Соня, то есть Соня действительно занимается переводом. Я же, как филолог по образованию, занимаюсь переводом несколько иного плана, то есть я рассматриваю какое-то имение культуры, обращаюсь к людям, для которых, например, те коды, те языки культурные, в котором создано это произведение, поэтика недоступна, я делаю это для них доступным, я совершаю тоже некий перевод, и поэтому вот то, о чем сказал Александр, мне кажется, что она может быть не осознанна, но всегда была важна, вот этот механизм перевода, и другое слово, которое я хотел прокомментировать, это интеграция, все-таки подразумевает существование некоего огромного вот этого большого макросоциума, который встраивается, адаптируется некий субъект или некое микросоощерство, это обязательно, ну, то есть такая достаточно жесткая история простраивание чего-то в микро, что-то макро, а мне кажется, что то, что сделано диалогами пространства, скорее описывается словом инклюзия, но не в плане узком, как то, что связано с концептом инвалидность, нет, в широком плане, то есть инклюзия подразумевает обоюдное движение и микросубъектов конкретных и сообществ, общества, да, вот мне кажется, что в этом плане диалоги пространства изначально, хотя, тогда еще этого слова в ходу не было, но диалоги пространства изначально был инклюзивным проектом, в том смысле, что мы разновали вот эту грань между субкультурами какой-то в кавычках большой культурой города, и у нас изначально, то есть, ну, кроме того, что, например, был я, да, со своим опытом, в том числе и физическим, и социализацией, там, возникали люди там, из ЛГБТ-комьюнити, еще кто-то, и это не было, как сейчас, например, это делается в многих проектах, которые всегда заявляют как инклюзивные, обязательно в проекте должен быть кто-то носитель опытной инвалидности, обязательно должен быть кто-то из ЛГБТ, кто-то из НАТО Министерства и так далее, это все в диалоге в пространстве происходило естественным образом, каждый приносил что-то свое, и этот проект получился, да, эта инициатива, получилась инклюзивная сама собой, естественным образом, без вот этих каких-то квот, да, вот, кто должен быть такой-то, 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 представитель такого-то, такого-то, я бы говорил именно инклюзивности, в том числе и о стирании границ между городом, как каким-то макроструктурным, культурным, социокультурным процессом, динамикой и вот этими всеми микросообществами, границами между этими микросообществами, из того, что было проведено, я провел лекцию, это было задание, которое то ли какое-то бывшее септанское до революции, то ли, в общем, по форме, оно напоминает некую часовню, снаружи оно несет все следы ветхого фонда, внутри оно очень хорошо отделано, там, занимаются йогой, мы устроили там лекцию мою о, она называлась «Радикальное переосмышление тела в 1920-е годы, революция гендер и сексуальность», где я предлагал прожить свой танцевальный опыт аудитории, причем сам включался в эти взаимодействия, здесь нарушена опять же вот эта иерархия, что есть лектор, который создает некую модель, есть текст, те, кто ее исполняет, был один поэтический номер, причем, хотя речь шла о 20-х годах, специально попросил поэтессу Карина Укенова прочитать свой текст, но именно в такой манере, которая идет от 10-х-20-х годов, были живые музыканты, впервые для диалогов пространства с нашим большим удовольствием, флейтистка и перкустианистка, и были две потрясающие этно-вокалистки, я говорил о том, что в 10-е и 20-е годы приходит интерес к низовой культуре, это было показано через то, как Ольга Мишикевич и Лиза Блинова исполнили однопротяжно одну быструю песню, причем когда они исполнили быструю песню, я вышел из середнего зала и просто на своем стуле без спинки на колесиках отплясывал под их тынье, в то время как они были в разных частях этого здания по диагонали напротив друг друга и голоса свевали под куполом, то есть мне кажется, что в этой лекции нам удалось продолжить эту линию, о которой говорил Александр получился собрать представителей очень разных сообществ, то есть там были активисты связанные с тем активизмом, например, там были представители поэтического сообщества, там были люди связанные с музыкальным сообществом, которые ходят только на допустим рок-концерты или этноконцерты и так далее, но вот получилось тереть вот эти границы Мы все стали сотворцами единого пространства, единого события. Сонечка, скажи нам, пожалуйста, что для тебя вот этот первый сезон диалога «Госпроцентр», который так уж стала как бы основная организационная и документационная часть легла на тебя, и ты ее взяла. Ты как никто можешь дать вот этот взгляд из мне изнутри, потому что ты видела все. Что это было для меня? Для меня это было следование, смелое следование за своим каким-то желанием, в плане, что действительно хотелось участвовать в чем-то, хотелось что-то создавать, и хотелось сделать это как бы прямо здесь и сейчас, как есть возможность это сделать, и пустить свое воображение, в общем, на простор, и приглашать тех людей, которых мы тогда смотрели в записи, знакомиться с ними, общаться с ними и привозить в город именно то, чего мне не хватало. То есть изначально как бы все шло от любопытства, любви, какого-то дружелюбия и вот этого желания, но при этом мне-то хотелось поучаствовать, ну и мне, конечно же, хотелось придумывать, но очень много всего на меня легло именно в связи с тем, что это надо было еще и организовывать как-то, и потом документировать, и еще как-то пытаться охватить, там, не знаю, общую перспективу и какую-то стратегию, хотя тебе надо монтировать кучу видосов, планировать там, заниматься коммуникацией, вот. И в этом плане любопытно, что у нас потом получился момент, когда я поехала на летнюю школу, прям, чтобы переосмыслить опыт диалога в пространстве и ничего больше не планировать, и после этого я все-таки как-то у нас все сдулось, потому что я поняла, что я выгораю уже. Еще я от себя один вопрос тоже хочу задать. Мне недавно взяли интервью по поводу того, что я делаю в Низиномгороде. В интервью брала французская исследовательница, которая изучает современное искусство в России, вот, моего поколения, и она у меня по поводу диалогов спрашивала, так, ну а искусство у вас в чем? Потому что, насколько я поняла в том, как я это и рассказывала, что это было больше похоже на какое-то творческое образование или творческий активизм, а в чем здесь искусство, я все-таки на самом деле ответила, но я вообще стушевалась. То, что мы сейчас говорим, уже как бы обращает нас туда, но мне любопытно, что бы вы сказали по поводу того, в чем у нас искусство, помимо наших арт-видеодокументаций, именно в самом процессе того, что мы создавали, именно вот с точки зрения искусства. Я точно знаю, что это про искусство, и я не знаю, я знаю, что ты мне об этом тоже, Антон, говоришь, а чтобы это объяснить кому-то другому, еще из другой культуры, как-то вот тогда я замялась, и я решила, ну я у вас спрашиваю, в общем, ребят, вот так вот. Ну, вообще, что такое искусство? Ну, один из вариантов ответа на то, что такое искусство, это организация материала. Раньше это была организация словеского материала, какого-нибудь живописного материала, я не знаю, да, из любого другого, там, в культуре, там, в какой-то материи, и так далее, и так далее, там, в музыке звука. Сейчас же мне представляется, что, в общем, есть два главных типа организации. Это организация потоков информации, как и в творчестве, и выстраивание, организация выстраивания взаимодействий. Вот, Соня и диалоги пространства – ярчайший пример вот этого искусства, которое является искусством выстраивания взаимодействий и связи. Вот, в чем для меня искусство, да, дальше уже начинаются детали, дальше мы можем ссылаться на конкретные форматы, которые всегда творческие, всегда необычные, на особенности документации, о которых я уже сказал, и так далее, и так далее. Главное – это, в принципе, осознание взаимодействия, осознание коммуникации, как всего-то, что является объектом творчества и творчества аффективно завязанного, да, то есть, не зря, что я не сказал, слово «любовь», да, это все вот как… это выстраивание коммуникации, выстраивание взаимодействия, взаимодействия, которое пронизано вот этим аффектом, аффектом, любовью. И вот это и делает для меня диалоги пространство искусства. Ну, я продолжу. Меня интересует неотчужденное образование и вообще неотчужденная жизнь. И, соответственно, тогда вопрос, а как она отчуждается? Ну, когда искусство делается для галереи и музеев, это способ выстраивания дистанции и такой нарочитой объектности. Или какая-нибудь авторитарная речь, которая спрятана за перенесение дисциплины, да, перенесение какого-то способа мышления. Вот это не то, что для меня даже философия. Философия – это инструмент для того, чтобы научиться разбирать актуальность. И тогда оказывается, что у нас каждая ситуация, там, культурная, политическая, нам неизвестна. Она новая для нас, мы не знаем, что из нее получается. Она все время ветвится. И для того, чтобы это схватить, нам нужно в нее погрузиться, но при этом нам нужны еще и инструменты схватывания. Как бы для меня интересна современная философия и современное искусство. Но современная философия – это довольно хитрая штука, потому что она постоянно меняет сам способ говорения о философии. Не только свой дисциплинарный предмет, а вообще сам способ создания этого предмета. И это довольно сложно объяснять, потому что мы меняем не только предмет, не только тему, а сам способ мышления. И здесь оказывается, что сделать такую радикальную операцию внутри дисциплины строгой философии невозможно. Ну, то есть невозможно объяснить чужой опыт человеку, который не хочет его слышать или не может его слышать. И тогда возникает эта проблема междисциплинарности. Вот как бы переложить некий опыт философии в тело, тело в философию, социальных отношений в философию, причем новых социальных отношений. И тогда вот на междисциплинарной этой платформе образовывается очень интересный способ переноса. И он доходит. Когда мы внутри одной дисциплины, то мы можем очень долго говорить, но это будет непонятно, это будут слова. И тогда у меня следующая проблема. Вот эта отчужденная речь авторитарная, она не в том, что лектор сидит, а все остальные в другом месте сидят и тихо слушают, а в том, что актуальность темы лектора, она не вовлекает. Он работает на холостом механизме внутри дисциплины. И, естественно, тогда ему и не нужна интеракция. Тогда, значит, проблема создавать такие ситуации, в которых необходимы взаимодействия. И тогда мы можем подойти к актуальности. Каким образом сыграть телесность, не имеющую строгих границ, интерсекциональную телесность? Каким образом сыграть квир-телесность? Каким образом понять изменение политической границы? Она не между властью и народом, а она проходит внутри наших тел, которые заявляют о своей политической агентности уязвимостью существования. Но это же как бы мы далеко уходим от классизма и выходим прямо в актуальность нашей повседневности. Вы делаете очень интересную вещь, когда вы гражданским способом собираете деньги на лектора. Или вы делаете интересную вещь, когда перемешиваете сообщество, перемешиваете тела. И тогда создается ситуация, когда можно наращивать актуальность. Есть к чему реферировать. Если ситуация вот этого сообщества уже организована таким смешанным типом, уже интеграция произошла, то значит философский концепт, который требует интеграции, здесь может быть установлен. И вот мне было как раз интересно посмотреть, каким образом философский концепт может быть, может жить. Но и с другой стороны, каким образом разные формы жизни могут отрезонировать в современной философии. А она как раз вот именно об этом. О нестабильности, о плотности взаимоотношений, о невозможности удерживать твердые границы. Ну и вокруг этого, соответственно, происходит переописание тел, переопределение политической актуальности и так далее. И все это является таким творчеством в актуальном режиме, не в режиме производства продукта, а в режиме производства самого действия. И тогда вот между организацией социальной ситуации и как бы культурного кода этой ситуации нет дисциплинарного различия. Мы все находимся в такой творческой зоне производства новых культурных кодов и новых интерпретаций. И тогда у нас получается вот это неотчужденное образование, которое можно даже в ситуации отчужденности, когда вот есть студенты, можно раскочегарить вот эту актуальность, и тогда, собственно, начинается диалог. Но в ситуации такой формальной, студенческой, это намного сложнее, потому что там кочегаром должен быть преподаватель. А когда мы кочегарим все вместе, тогда у нас получается, ну, как бы совместная радость и интенсивность, необходимая интенсивность, потому что когда мы к жизненной ситуации, к культурному коду добавляем рефлексию, мы обнаруживаем себя вот в месте интенсивности жизни, понимания и возможности построить другую ситуацию, вывести вот нашу ситуацию через политическую актуальность в какую-то новую модель, наверное. Напомню, с чем я приехал по приглашению вашей инициативы. Это было два события, социодрама уже упомянутая, без сюжета. То есть сюжет создается на месте и с теми участниками, и с предрасположенностью, и с каких-то напряжений, носителями которых эти участники становятся. Понятно, что, как бы сказать, кто пришел на социодраму, тот и ее делает, да, или из тех она и делается. И второе событие, о котором мы сразу договаривались и которое вызвал ваш энтузиазм, это была идея провести экскурсию, что я провожу экскурсию в городе, в котором я никогда не был. И вот тот энтузиазм, который встретили оба эти предложения, как бы, с одной стороны, свидетельствовали о смелости и даже какой-то бесшабашности вашей инициативы, очевидно. С другой стороны, я вот не случайно повторяю эти два слова, эффекта дисциплины, да. То есть я сразу увидел, как эта смелость встраивается в позитивное напряжение между эффектом и дисциплиной. То есть, предложив лекцию в незнакомом мне городе, я, конечно же, не имел в виду, условно говоря, искусствоведческой авантюры, да. То есть мы при этом достаточно подробно подготовили дистанционно эту лекцию, и я привязывался скорее не к сингулярности того, что представляет собой центральная площадь, типовой район и так далее, а наоборот, к типичности. То есть это была во многом социологическая прогулка, социологическая экскурсия, на которую пришли и те, кто имел отношение в тот момент и, может быть, до сих пор имеет, к миру искусства в Нижнем Новгороде, и люди имеющие отношение к образованию, к университетам, но и также какие-то неожиданные, незапрограммированные участники, которых, видимо, также по-своему заинтриговала идея экскурсии, проводимой человеком ни разу в городе не побывавшем еще, да. Вот этот момент экспериментальности, эксперимент в чистом его виде, на грани авантюры, но при этом хорошо подготовленной, это одна из составляющих, которая, в общем-то, достаточно регулярно обнаруживается в современном искусстве, если не сказать, что она вообще составляет его основу. Другая составляющая – это, конечно, то, что вписывается в направление искусства взаимодействия или искусства участия, также, так сказать, вполне себе уже институциализированное в европейском или в американском контексте, начиная с 70-х. И вот, как бы сказать, к тому, что я делал, как участник диалогов, я добавлю то, как распределялось время моего пребывания в городе, то есть, наверное, большую часть тех трех, по-моему, дней, которые я провел в Нижнем Новгороде, мы провели куда-то постоянно перемещаясь, просто идя куда-то пешком. И вот этот момент постоянного пересечения пространства, перемещения от одних подпространств, которые вам очень хорошо известны, которые составляли совершенно такую непарадную часть города, в другие подпространства. Вы мне показывали деревянные дома, предназначенные к сносу, и мы общались с жителями, которые боролись, отстаивали эти дома. Вы показывали какие-то, как бы сказать, обзорные точки, с которых открывался вид на реку, и, как бы сказать, где вы время от времени просто, как бы сказать, проводите время и так далее. То есть это было, как бы мы пересекали полуполуразвалившийся стадион советской постройки, и вот это вот постоянное пересечение пространств, в которых был заключен опыт, как бы связанный между собой вот этим постоянным движением. То есть я повторю еще раз, я думаю, что в абсолютном формальном измерении большую часть времени в городе, вот как бы мы либо двигались пешком, либо попадали из одной компании в другую, из одного микросообщества в другое, которое составляло, как бы вот это ваше большое сообщество с такой мерцающей геометрией между неформальной тусовкой и некой конфедерацией сред, которые переводят друг для друга свои инициативы на языки друг друга. Вот это постоянное движение, это дисциплина. Дисциплина, вот как бы почему важная дисциплина слова, не только аффект, не только вот эта вот как бы фузиональность, не только соединение между собой людей, но и дисциплина. Это тоже важно, это имеет отношение к регулярной документации, о чем уже Антон упомянул. Это имеет также отношение к тому, как осваивается городское пространство. Вот еще один анекдот из этого моего опыта. Если я помню правильно, я часов в семь приехал в город, я имею в виду в семь утра, или в восемь, ну так или иначе, то есть в такое, скажем, не совсем прогулочное время. И Соня, которая приехала встретить меня на вокзал, сказала, ну мы тут пройдемся, заодно и город посмотрим, не предполагая, что человеку в семь утра может еще хотеться спать. В данном случае это не критика. И вот этот момент включения в движение, который начинался просто вот как бы с момента, когда я перешагнул дверь спального вагона, или там не спального вагона, электрички, я не помню уже, на чем я приехал. Это, в общем, тоже был такой как бы очень хороший знак, как бы хорошая, одновременно очень показательность с точки зрения того, как вы взаимодействовали между собой. Вот это постоянное движение, это включение, это культура приема, приглашая не только ваших гостей делиться какими-то интеллектуальными интуициями или формами жизни, но и очень охотно, и очень далеко пропускали ваших собеседников, по крайней мере, я себя почувствовал в этой роли, пропускали свои жизненные пространства в ваш город, то есть город, каким он предстоит вашему субъективно освоенному вами как сообществам. И это очень подкупало, и еще раз повторяю, это имеет прямое отношение к современному искусству в его форме, в его регистре искусства взаимодействия. То есть это перепроживание, перепростраивание опыта искусства через форму жизни. Во-первых, на самом деле, вот если говорить о конкретной лекции Александра, когда, вернее, об экскурсии по городу, в котором ты никогда не был, это же, в общем, ну, есть такая теория, по которой все литературные произведения, они либо созданы на основе такого архетипа, как Ильяда, либо как Одиссея. И вот в данном случае Александр попал, ну, не желая этого совершенно, да, в тип Одиссея, потому что Одиссея – это как раз чужой, не на каком пространстве. Это человек, который видит то, что он никогда не видел. И тому, кто воспринимает, это пока показывает. Вот. И, на самом деле, это, если мы берем, как некий рабочий инструмент, то теория для описания конкретного события, получается, что это не просто даже современное искусство, а что, с точки зрения очень даже классического искусства, экскурсия Александра – вполне себе искусство, да, строивающую весьма почтенную традицию, вот. И что касается другого, в общем, момента, который Александр сказал, то, что кроме людей, которые пришли, кроме, там, собственно, представителей, там, арт-сообщества или академического сообщества, были просто люди, которые присоединились к этому шествию. И из своего опыта я тоже могу сказать, что у меня было очень важно, что когда я говорил об остранении парки, ну, да, то есть это открытие пространства, куда могут приходить люди, уходить люди. Я точно видел, как среди тех, кто вот к завершению лекции был, из тех, кто уставал за вопросы, были люди, которые, не только те, кто пришел, увидев анонс, но и те, кто, собственно, просто проходил мимо, да, то есть шел человек, увидел нечто странное, замер, остановился, прислушался, и ему стало интересно. И он в это взаимодействие вовлекся, да, и это тоже такой очень важный момент, как раз связанный с современным искусством, то, что оно вдруг подключает совершенно случайного человека, нарушая вот эту границу между каким-то сообществом, активистским сообществом, арт-сообществом, академическим сообществом, да, и людьми, которые в эти сообщества не включены. Я тоже это очень ярко ощутил в процессе своей лекции. Вот смотрите, как бы низовые инициативы были всегда, да, в XIX веке кружки, там раньше салоны, пролеткульт, кухня. В 90-е годы возникло очень всего много, и мы имеем даже какие-то следы таких институций, полуформализованных, ну, например, институт современного искусства, который бакштейновский, потом вовлеченного искусства, что делать. Это все такие, как бы, полусемейные, активистские, неотчужденные образовательные модели. Потом появились уличный университет, и что-то совсем новое начинается в десятые годы. Большое количество таких вот самоорганизаций, которые вовлечены одновременно в несколько дисциплин. А что это вообще за процесс, ну, как бы, социального моделирования? Для меня это похоже на то, как народники пытались открывать школы, и крестьяне пытались отдавать детей. Народники не просили, преподаватели, да, они просили большой зарплаты, крестьяне готовы были платить, но тут возник министр победоносцев, который это дело прекратил. Через 30 лет возникает всеобщее образование и всеобщая медицина. То есть меняется сама модель социального обустройства. Только сейчас она выстраивается через сообщества, которые друг друга распознают на расстоянии, и через высокую агентность вот локальных сообществ. То есть можно предположить, что мы создаем то, чего еще не знаем, какую-то другую форму социального взаимодействия, где есть какие-то определенные критерии. Вот это вот вовлеченность, неотчужденность, домашность. То есть мы включаем в арт-процесс аффективность, эмоциональность, по-другому понимаем когнитивность. Это больше не абстрактные формы, а это рефлексивное схватывание актуальности. И вот как вам кажется? Мне кажется, что эта ситуация все время разрастается. Как бы из Петербурга я вижу просто эту какую-то плотность. А когда я смотрю на вас, я вижу в этом некое социальное моделирование. Кроме того, сейчас еще подтягивается очень много других территорий. И получается, что перед нами задача как-то осмыслять вот этот вот горизонтальный опыт. И есть даже опасность, потому что вот эти самоорганизованные сообщества могут быть по принципу включенности, семейности, вот такой эмоциональности и приращения знания, а могут быть по принципу конспирологии и сектанства. И тогда вот здесь где-то проходит очень значимое различие. То есть мы, конечно, полагаем, что наш опыт лучше, и его нужно рефлексировать и множить. Но такая общая историческая ситуация – это увеличение агентности повсюду. Агентами становится не только кто-то, кому делегировано право быть субъектом и управления, а мы делегируем себе эти права. Такая вот распределенная агентность. И это наверняка мы формируем то, чего еще нет. И то, что будет сильно отличаться от того, что есть. Мне кажется, что здесь есть и вот эта актуальность, мы сталкиваемся с конспирологическими сообществами, и есть очень быстро распространяющаяся горизонтальность. И здесь явно проблема, как распространить горизонтальность здорового человека. Если мы, конечно, ненормативно себе это припишем. Вот Соня очень просто и очень правильно сказала про то, что было ей очень много всего, что она любит, и ей всегда хотелось и хочется с людьми этим делиться. Это было для нее отправной точкой диалогов. У тебя есть что-то вкусное, тебе это нравится, и ты хочешь поделиться с кем-то еще, может быть, это еще кому-то понравится. И это был такой парадоксальный момент перехода из такой вот замкнутой академической среды, вот за эту свободную какую-то арт-среду. Но у меня был такой замечательный мостик, как изучение формальной школы, а формалисты, среди прочего, говорили, что невозможно понять искусство, просто изучая его. Ты можешь до конца постигнуть искусство, если ты сам начинаешь его делать. Не случайно Шкловский писал свои художественные тексты, основные на его автобиографии, писал сценарии и так далее, то же самое с Соняным и Эйхенбаумом. И я, имея этот бэкграунд, я всегда знал, что понимать искусство через включение не было. Это как бы, если говорить о каких-то теоретических вещах, я не говорю о том, чтобы был просто посыл очень простой, что однажды я встретил Соню, я почувствовал, что мне очень хорошо с этим человеком. Я хочу с этим человеком что угодно делать. Кино, образовательные проекты, что угодно. Я хочу с этим человеком что-то делать. Это ощущение, что ты не просто любишь человека, а ты хочешь любить человека, чтобы эта любовь превращалась в какое-то творчество, как в итоге у нас и получилось. И комментируя реплику Аллы про сообщество, естественно, очень пугает вот это вот и пугало на тот момент, и сейчас очень пугает вот эта тенденция к конспирологическому сектанскому себе сообществу. Я всегда знал, что лучшие образцы, значимые для культуры, начинались с каких-то игровых сообществ, где были очень домашние, очень семейные отношения. Так было с енскими романтиками, которые все были друзья, все переженились на сестрах, братья друг друга и так далее. Так было с Ардамасом. Это дико скандально по своему времени, да, и вот это игровое сообщество, из которого вышли. И Пушкин, и Жуковский, и многие-многие другие. И так же было спустя время и с теми же опоядовцами, и потом с Абериутами. Суть Абериута именно в том, что это было игровое сообщество, выстраиваемое через вот такие игровые, домашние, семейные, очень смеховые формы взаимодействия. И то же самое потом будет и с контекстуалистами, и, может быть, с теми кругами, с которыми Абериута прикасалась в 80-е, то, что связано с Курехиным, с новыми классиками и так далее. Общаясь с Соней, общаясь с другими нашими друзьями и товарищами, я просто ощутил вот этот дух как раз вот этой свободной игры семьи, которая не по крови, а семьи, которая по какому-то внутреннему духовному расству и так далее. Ну да, но это перспектива создания творческого круга. А мне кажется, что тут есть еще проблема вообще перестраивания социальной модели. Кроме того, что мы хотим услышать и видеть тех людей, которые нам интересны, теми темы, которые нам интересны, нам очень хочется, чтобы вокруг нас были люди, которым интересно то же самое, которые мыслят иначе, мыслят не так, как нам это танцируется в каким-то масс-медийном контексте. Да, и то есть вот есть тупиковая, на мой взгляд, тупиковая позиция, что мы можем изменить общество, просто смеся все до основания и начав строить все заново. А есть другая, то, что Пушкин когда-то сказал, лучшее преобразование, то есть те, которые происходят от смягчения нравов. То есть переводя на современный язык, главные изменения могут произойти не от того, что мы сменим одно руководство на другое, за одно руководство на другое, а мы покажем людям какие-то разные модели мышления, разные модели восприятия, разные модели взаимодействия, иные, чем им транслируются. Они, может быть, их не практикуют не потому, что они их боятся, а потому, что они не знают. Когда вам показывают только одно и то же каждый вечер по телевизору, вы только это знаете, да, вы будете только это воспроизводить. А если вам говорят, что вот можно так, можно так, можно так, можно так, тогда то, как они выстраивают связи, оно тоже начинает как-то меняться, да, поскольку они видят, что эти связи можно организовывать очень по-разному. И вот на этом уровне, как мне кажется, и в диалогах про санте реализуется вот эта трансформация на уровне какого-то переприложения, да, людям того, какие разные типы мышления, разные типы видения существуют. И через это, да, через то, что Коротко я обозначил в цитате, как смягчение нравов, работало, и, я надеюсь, будет работать, инициатива диалога про санта. Демиургизма, конечно, у нас тогда в этой позиции многовато. Мне кажется, что мы слушаем ситуацию, которая происходит вот в том направлении, что она расширяет регистр самоорганизации. То, что я сказал, он не обязательно описывает отношения абсолютно с Соней, Гришей и других, кто это задумывал, кто это делал и делал. И когда я приезжал к вам по вашему приглашению, и мы провели вместе эти три дня, у меня осталось понимание того, что вы делаете этот проект прежде всего для себя. То есть вы как сообщество себя таким образом образовываете. У вас определенно была забота об аудитории, то, что я уже сказал, и попытки включить в этот диалог, в это освоение и самообразование людей, которые могли бы быть этим заинтересованы. В свете того, о чем вас спросила Алла, у вас есть ощущение, что вы сформировали свою образованную среду? То есть как бы что у этой серии инициатив появился какой-то свой участник, который вы можете отличить от участников, я не знаю, проектов в арсенале, от участников, ну и так далее. Вы, я думаю, поняли, о чем я спросил. Проекты, которые в арсенале, они отличаются как раз очень жесткой, четко ощущаемой кастовой замкнутостью, которую я чувствовал и чувствую, и которые очень часто мне танцировали очень разные люди. То есть есть некто, кто приходит в арсенал, кто чувствует себя причастным к этому современному искусству и кто чувствует себя таким квалифицированным зрителем современного искусства. А если вдруг приходит кто-то извне, то он, даже если никаких жестов в его сторону, никаких слов не приносится, он чувствует, что он здесь чужой, он чувствует, что его отторгают. Вот есть вот эта некая кастовая замкнутость и ощущение избранности. И очень сложно это пробить. А для тех, кто посещал диалоги, а потом во многом перекочевал в проект, который потом Соня начала делать, киноклуб «Фемина» и проект «Фемина Проджик» и так далее, как я это чувствую, всегда, всегда. Есть вот это ощущение разумственности. Никто никого не вытесняет, не отторгает. Нет тех, кто избранные, и тех, кто профан, носители сакального знания, а все остальные профаны. Это выделение нет, которое есть, условно говоря, очень часто в разных арсенальских проектах. И еще раз, да, эти люди, они многие исследуют вместе с каждым из нас и с нашими инициативами, начиная вот первых, там, первых эксий, первых каких-то событий я уже прохожусь, через, через киноклуб «Фемина» и вплоть до того, что каждый из нас делает сейчас. Сейчас мы видим этих людей, мы видим новых людей, и вот этот дух, вот этой вот разумности, открытости, да, мне кажется, он есть. Сто пудово мы делали для себя. То есть мы четко чувствуем свой запрос и решаем, что мы будем как бы за ним следовать и, скорее всего, не прогадаем. Вот. То есть не ориентироваться на, не знаю, там, на аудиторию, что и нужно проводить исследования, а понимать, что мы уже с аудиторией, и, скорее всего, если мы будем четко за этим идти, то и подтянутся люди, которым это тоже близко, в этом плане, что мы снимали тоже так, как нам хочется, как нам нравится, и приглашали тех, с кем мы сами хотели познакомиться, и видели этот отклик. По поводу того, удалось ли нам создать сообщество, у меня есть ощущение, что да, что были люди, которые приходили, и для них была, на мой взгляд, важна диапазон степени участия. Кто-то приходил для того, чтобы прямо что-то творческое сделать, и себя как-то проявить, кто-то приходил, чтобы посидеть в уголочке, погреться эмоционально и интеллектуально, но, в общем, не обязательно участвовать, но как бы постоянно приходил и поддерживал таким образом. Кто-то приходил с тобой поговорить, потому что ему нужно там обсудить все эти моменты. То есть как бы были люди, которые могли найти в нашем формате для себя, ну, в общем, разные роли, и им там можно было. То есть мы не вот что, все должны участвовать, все должны придумывать, но и не то, что как бы какая-то скованность, что нет, давайте сейчас, ну, мы просто будем сидеть и только слушать, вот, или очень много разговаривать, можно и молчать, можно и разговаривать, не знаю, но потому что у нас происходило позже, я бы сказала, что вот когда мы создавали какую-то феминистскую движуху уже более прицельно, благодаря сначала фестивалью поверхности пола и курсу образовательному, а потом уже киноклубу Фемина, мне кажется, что я прямо ощутила сообщество с такими плотными, крепкими связями, что вот мы создали в городе феминистское сообщество, это то, чего раньше не было и вдруг бац, появилось, именно благодаря киноклубу, то есть даже не во время самого фестиваля, а потом, и то есть на это тоже потребовались годы, которые, и все началось, скорее всего, с диалогов, а может быть, даже еще раньше, у меня есть ощущение, что я прямо могу заявить, что мы создали в городе и до сих пор создаем феминистское сообщество, развиваем его, да, а диалоги, это такая более, какая-то мерцающая и хамелеонная, может быть, такая тема, что мы создали какое-то сообщество такое, и фиг поймешь, как его определить, то есть, это как бы, это кочующие лекции, это тоже такое кочующее сообщество, вот сейчас сообщество, сейчас уже нет, вот, вот, а еще, когда Алла сформулировала вот эту разницу, точнее, обозначила разницу между перспективой творческого клуга и перестройкой социальной модели, я просто тоже еще хочу отметить, я не до конца чувствую эту разницу, но мне кажется, что она лежит, что там есть что-то важное при ресурс, и то, как мы обходимся с ресурсами, и то, как мы находим в чем-то ценность, и что-то с ней делаем, и творчески эти ресурсы как-то перенаправляем, переобозначаем, это про ресурсы места, мест конкретно каких-то локаций, про ресурсы, которые есть, ну, не знаю, у нас, как у людей, и про ресурсы, которые вот могут родиться вот именно в момент какого-то нашего взаимодействия, то есть это действительно что-то создает, что можно дальше куда-то перенаправиться еще, вот, я не знаю, мне кажется, когда я думаю о какой-то социальной модели, там прямо важна эта роль и того, как бы, за счет чего мы это все поддерживаем, деньги, это вообще был не единственный наш ресурс, и мы скорее наоборот пытались это все делать как-то вопреки этому, вот, посмотрим, как будет в этот раз, потому что у нас все еще есть какое-то это серьезное отношение, что нам реально важно, вот теперь нам было бы важно платить гонорар человеку, который будет все монтировать, потому что если это не всегда будет Гриша, это будет делать что-то еще, и нам важно находить эти деньги, но как мы их найдем, это тоже какая-то творческая задача, потому что, да, именно, можно назвать это отчасти бедным сообществом, отчасти очень изобретательным, вот, посмотрим, посмотрим, что из этого родится, как мы в итоге найдем это, ну, чтобы облагодарить, короче, вот этими ресурсами и всех тех, кто что-то тоже в это сложит, время, например, и навыки. Есть такая старая пословица, голь на выдумку хитра, да, вот, делая диалоги, делали и делаем то, что нам нравится, это ключевой момент, и здесь я, ну, просто сошлись на один такой замечательный пример, когда старшего популярным Михаила Гаспарова спросили, Михаила Леоновича, а как вы это делаете, как вы так, чисто от Древней Греции, так что это интересно читать. Он говорит, да я просто всегда думаю, когда я пишу, чего мне не хватало, когда я был студентом, то есть человек делает для себя, он думает, чего ему не хватает, и делает это, основываясь на вот то, что, чего ему не хватает, и ему нравится. И только оказывается, что это нравится еще кому-то. Мне кажется, это один из важнейших принципов, чтобы что-то понравилось, что ты делаешь, кому-то еще. В принципе, важно, чтобы одобраться по своему, когда ты это делаешь, нравилось тебе. Если ты не получаешь кайф от того, что ты делаешь, как его получится кто-то еще, если ты с омерзением это все делаешь. И по поводу человек, приходящий на события, мог быть вовлечен, мог просто слушать, мог задавать вопросы, мог не задавать, мог делать это, мог делать это, только так же, как, например, в той лекции, которую я описал, моей, которая только неравно прошла, люди могли танцевать, могли не танцевать, могли просто слушать, а могли как-то взаимодействовать, и это было абсолютно нормально. Здесь мы переводим какие-то взаимодействия из модуса какого-то до заставания, ты должен делать что-то, в модус возможного, ты можешь прийти, ты можешь не прийти, ты можешь, придя, включить это взаимодействие, ты можешь слушать, ты можешь общаться, ты можешь очень много, да, это вариативность возможностей, это тоже некое такое. и очень важный для диалогов версами. Мне кажется, все сказали самое главное. Сергей Довлатов когда-то сказал, что в произведении искусства есть три составляющие. Это то, что автор хотел сказать, то, что у автора получилось из того, что он хотел сказать. И есть третье, что у него получилось, помимо того, что он хотел. То есть он этого изначально не думал, но у него получилось. Я думаю, что нам удалось проговорить сегодня и то, что мы хотели, и то, что у нас получилось, и то, что мы хотели. И благодаря Алле и Александру мы услышали, что у нас получилось, возможно, даже помимо того, что мы хотели. И это очень важно, и за это, в том числе, им спасибо. И, конечно, спасибо Грише и Соне за все, за документацию, за проведение каждой из этих лекций, за фиктацию каждой из этих лекций. И, в общем, за... Я не знаю, это огромное чудо. И, правда, Соня, тебе спасибо. Я помню, что это, конечно, и Саша Миссуров, и Амиров, и все, кто был в основании, и я, и Гриша, и так далее. Мы все что-то вложили, но если бы тебя не было в этом во всем, то диалогов бы не было. Поэтому я тебе за это чудо, которое сейчас мы подхватываем, продолжаем. Я хочу сказать огромное спасибо. Это прекрасно. Это любовь и радость, и легкие. Спасибо, Антон. И спасибо, Александр. Спасибо, Алла. Спасибо, Гриша. Вот это мы накочегарили, короче. Я себе выписала кучу каких-то лозунгов забавных. И не знаю, будем это все потом еще как-то с этим работать. Но мне прям какие-то словечки прям очень понравились. И прямо здорово взять и это как-то, фух, увидеть, развернуть и как-то найти в этом какие-то классные словечки. Вот я не знаю. В общем, всему свое время, и здорово, что мы сейчас можем на это посмотреть и очень вдохновиться на то, что будет дальше. Потому что для меня, ну, там есть вопросы, а как мы можем дальше делать так, чтобы прям вообще точно попадать в то, что еще вообще не было. Или в то, что мы можем сделать, вот пока мы есть здесь, и пока у нас есть вот эти вот столько ресурсов. Вот как можно так вдарить, короче, себе дарить, чтобы оно было так прям вот четко-чутко и выверено. Вот. И мне кажется, мы сегодня столько всего выверили. Вот. Огромная благодарность вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...